Здравствуйте, мои дорогие! Я рада приветствовать вас у себя в гостях. И сегодня вашему вниманию хочу предложить рецепт приготовления безумно вкусного пирога. Этот пирог еще называют польская шарлотка. Этот пирог я готовила впервые, но я и мои друзья, которые пробовали этот пирог, просто в восторге от этого вкуса и аромата. А готовится такое чудо очень просто. К муке добавляем соль, разрыхлитель и сахар. Все перемешиваем. Добавляем сюда охлаженное сливочное масло и нам нужно перетереть в крошку. Вот в итоге так у нас все получилось. Добавляем сюда яйцо и сметану. С помощью лопатки перемешиваем. Отправляем на рабочую поверхность и нам нужно просто вот соединить все ингредиенты, чтобы тесто не рассыпалось. Особо вымешивать ничего не нужно. Посмотрите, какое песочное тесто у нас получилось. Я это все отправляю в холодильник, а за то время подготовим все остальные ингредиенты. Сварим заварной крем. В муке или крахмалу добавляем сахар, яйцо. Точное количество всех ингредиентов, как всегда, будут в описании под этим видео. Перемешиваем все и добавляем сюда молоко. Холодное и обычное молоко. Перемешиваем и также по желанию и по вкусу добавляем ванильный сахар или ванилин. Ставим на огонь и доводимся до вот такого состояния. Это, наверное, один из самых простых рецептов приготовления заварного крема. Крем нам нужен горячим, поэтому быстренько нарезаем яблоки и вынимаем тесто из холодильника. Оставляем одну треть и большую часть теста нужно разровнять по форме. Форма у меня диаметром 22 сантиметра. Обязательно нужно сделать бортики. Если хотите, можете раскатать тесто, но это легко и делается с помощью рук. Выкладываем слой яблок и сверху покрываем заварным кремом. Крем не обязательно взбивать. Вот вы видите, есть грудочки, их можно взбить миксером и все пройдет. Но это не обязательно, поскольку во время выпечки это все само по себе исчезнет и будет очень вкусно. Выравниваем края и сверху я немножечко украшаю вот таким вот образом. Из оставшегося теста я сделала цветочки, но можно просто это тесто заморозить и натереть на терке, сделать сверху такую крошку или сделать решетку. Но это дело вашего вкуса и фантазии. И отправляем вот эту всю красоту на 40 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Смотрите, чтобы ваш пирог подрумянился, даем ему остыть, посыпаем сахарной пудрой и все, вот такая красота у нас получилась. Поверьте, друзья, этот пирог ничем не уступает для одного из самых сложных приготовлений тортов, поскольку это очень просто, но очень вкусно. Я думаю, что этот пирог я обязательно приготовлю себе на день рождения. В моих рецептах это один из фаворитов. Ну что ж, мои дорогие, вот такой вот рецептик. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада до новых встреч. Всем пока и приятного вам чаепития! Субтитры сделал DimaTorzok